Всем огромнейший привет! С вами Приправа Клуб и Екатерина. Сегодня мы готовим шарлотку. Не спешите переключаться, это будет очень необычная шарлотка, которая непременно придется вам по душе и станет любимой. К слову, вы знаете, кто изобрел шарлотку? Если знаете, пишите об этом в комментариях. А в следующем нашем сладком видео мы дадим правильный ответ и передадим привет тем, кто его написал в комментариях. Поехали! Приготовление шарлотки я начинаю с подготовки яблок. Яблоки я промываю, разрезаю наполовину, удаляю семечки и нарезаю дольками. Яблоки я никогда не очищаю. Еще один небольшой совет. Яблоки лучше брать кислых сортов. Нарезанные яблочные дольки я складываю в бокс и накрываю крышкой. Там они будут храниться, пока я готовлю тесто. Так яблоки меньше темнеют. Теперь разбираемся с яйцами. Первое правило идеальной шарлотки это охлажденные яйца и абсолютно чистая и сухая посуда. Итак, отделяем желтки от белков. Пожалуйста, я отделяю старым добрым способом, переливая желток туда-сюда в скорлупе. Если вы используете любой другой способ, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, потому что я задумывалась над покупкой разделителя для яиц. Это такая вот сеточка выгнутая. Если у вас такая есть, поделитесь, пожалуйста, отзывом, стоит ли ее приобретать. Белки ставим обратно в холодильник и продолжаем разбираться только с желтками. Желтки всыпаю половину сахара и взбиваю миксером до тех пор, пока масса желтковая не побелеет. Посмотрите, вот так должны выглядеть взбитые желтки. Вот такая светлая однородная масса. Берем сито и просеиваем муку, крахмал, разрыхлитель и немного ванилина. Берем белки, они у нас хранились в холодильнике, помним об этом. Добавляем щепотку соли, знаете, для чего? Для того, чтобы они 100% взбились в густую пену. И начинаем взбивать миксером. Это будет последний раз, когда мы используем миксер. Смотрите, вот такая консистенция должна быть у белков. И вот теперь мы высыпаем сахар и продолжаем взбивать. Белки перекладываем в тесто небольшими порциями и перемешиваем сверху вниз, как бы приподнимая и переворачивая нашу будущую шарлот. Очень хочется взять в руки миксер, но нет. Если вы только его возьмете, все, она у вас упадет и пышной не будет. Все, посмотрите на это тесто. Оно абсолютно однородное. И, как видите, мы нормально справились без миксера. Форма у меня разъемная, диаметром 20 см. Я ее закрыла пергаментом. Но пергамент у меня не очень хорошего качества, поэтому я его смазываю еще растительным маслом. Достаем из-за кромов наши яблоки и укладываем. В этот момент уже нужно включить духовку, чтобы она разогрелась до 190 градусов. Беру молотую корицу и немного присыпаю яблоки. Но я люблю корицу, поэтому нормально к ней отношусь в выпечке. А сверху укладываю клюкву сушеную. Вот так она выглядит. Я ее промыла и дала стечь. И теперь сверху заливаем все нашим тестом. И отправляем в разогретую духовку. Обратите внимание, в разогретую, не холодную. И не заглядываем хотя бы 15-20 минут. Ну что, мои хорошие, наша чудеснейшая шарлотка готова. Она находилась в духовке 30 минут. Готовность я ее проверяла деревянной шпажкой. Очень мягкая, просто пушистенькая, если можно так сказать о шарлотке. И поверьте мне, если вы приготовите по этому рецепту, то вы поймете, что это самая вкусная шарлотка из всех, что вы когда-либо готовили или пробовали. Итак, основные правила идеальной шарлотки. Яйца охлажденные, посуду, в которой вы будете взбивать белки, необходимо промыть и вытереть насухо. Белки и желтки после взбивания, после того, как вы уже добавили муку, когда вы все это вместе соединяете, ни в коем случае нельзя взбивать миксером. Вам нужно перемешать. Притом делать это снизу вверх, а не вот так, как будто, не знаю, там вот в мультиках кашу какую-то варят. Ни в коем случае этого делать нельзя. И еще одно правило, которое многие нарушают. Мы ставим в духовку, которая уже разогрета, и не сунем туда наши любопытные носики поинтересоваться, как же там шарлотка. Хотя бы дайте ей 15-20 минут, иначе она у вас упадет. Вот эти правила запомнили. Рецепт будет где-то вот здесь. Если у вас есть рецепт любимого пирога, который вы готовите чаще всего, пожалуйста, поделитесь им в комментариях, и мы обязательно его приготовим. Спасибо вам большое, что были с нами. Всего вам самого вкусного!